В 70-х годах прошлого века понятия большой немецкой тройки еще не существовало. Компания Audi заметно уступала своим соперникам из BMW и Mercedes, а ее флагманская сотая модель уже сдавала свои позиции. И тогда конструкторы из Ингольштата решили пойти в Абанк, выпустить более мощный, комфортный и дорогой автомобиль. Знакомьтесь, Audi 200. Инженер Людвиг Краус не скрывал, что ориентируется на обеспеченного покупателя, и европейцам это понравилось. Это большой и элегантный переднеприводный седан с просторным салоном. Выпускать его начали в 1983 году, наш экземпляр 84-го. Все в его внешности подчинено аэродинамике. Наклонное лобовое стекло, узкая морда и утопленные ручки двери. В переднем бампере противотуманные фары и указатели поворота. Кстати, передние и задние стекла не крепили на уплотнители, как раньше, а вклеивали. Это тоже уменьшало сопротивление воздуха. Еще одно новшество – полностью оцинкованный кузов. Производитель давал на него десятилетнюю гарантию. Под капотом один из первых турбомоторов Audi. Бензиновый, пятицилиндровый рядный двигатель с системой впрыска G-Tronic. Объем 2,2 литра, мощностью 182 л.с. Салон верюровый, очень удобный. Сиденья с подлокотниками и большими подголовниками. А водительское кресло сделано так, что даже долгая дорога не утомляет. На втором ряду довольно просто. На дверях – клавиши электростеклоподъемника. На панели – спидометр, тахометр, указатель уровня топлива. Заднее стекло с подогревом. Есть климат-кантер. Автомобиль очень устойчив даже на скользкой дороге. Отмечу хорошую звукоизоляцию. В салоне по-настоящему тихо. До сотни разгоняется за 8 секунд. Максимальная скорость – 230 км в час. Трехступенчатый автомат работает четко. Есть крыльца. Тормоза дисковые с гидроусилителем и АБС. Благодаря грамотной настройке подвески авто легко проглатывает неровности дорог. Audi 200 выпускали до 1991 года. В 84-м параллельно с переднеприводной версией стали производить и варианты с четырьмя ведущими колесами. Они неоднократно выигрывали этапы чемпионата мира по раме. В первый же год выпуска 200-я завоевала звание «Автомобиль год». В нашей стране из-за длинного капота и вытянутого силуэта эту машину называли «сигара» или «селек». Выпуск 200-й прекратили 30 лет назад, но она до сих пор востребована на вторичном рынке. Качество сборки и оцинкованный кузов обеспечили ей внушительный запас прочности. Умели же делать.